Так, на днях наверняка многие из вас получали сообщение о том, что якобы государство прячет от граждан какие-то выплаты в страховых фондах. Так ли это на самом деле? Нам объяснит Матрёна Анимпадистова, начальник отдела по работе с обращениями граждан отделения Пенсионного фонда России по Республике Сахар-Якутия. Доброе утро, Матрёна Викторовна. Доброе утро. В этой информации упоминаются пенсионные фонды, также приводятся примеры получения этих выплат. Это вообще правда или нет? Конечно, это неправда. Вообще, эта неделя у нас началась с того, что прошла волна этой информации. Мы считаем, возможно, это наши люди не информированы. А вообще, информация, она открытая, доступная и при этом она абсолютно бесплатная. Где мы можем получить эту информацию? Да, вот эту информацию можно найти с марта месяца этого года. Пенсионный фонд запустил мобильные приложения. Мобильные приложения ПФР. Она очень удобная при использовании и носит такой больше информативный характер, чем личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, где можно получить услугу. А услуга у нас, оказывается, тоже бесплатна. Вот мошенники, которые в последней, да, с этой недели, которые начали рассылать и на якутском языке, она еще была, что некая Мария Федотовна уже получила деньги от какой-то страховой компании. И телезрителям я хочу сказать, что выплаты идут от государства только через Пенсионный фонд, ни никакой через страховой фонд какой-то. И выплаты они, и государственная услуга по назначению, по выплате каких-то даже выплат, оно у нас идет через Пенсионный фонд, и оно предоставляется для гражданина застрахованного лица абсолютно бесплатно. А информация, она тоже абсолютно бесплатная, она открытая и доступная. То есть, если, допустим, наш телезритель получил такое WhatsApp-сообщение о том, что можно каким-то образом получить страховые деньги наличными, да, в этом случае, что ему нужно сделать? Ну, скачать приложение, да, узнать там информацию. Да, скачать приложение. Приложение. Что в этом приложении? Немножко расскажу, да. Можно даже без регистрации, без идентификации и аутентификации личности, можно записаться на прием. На время какое-то значение. Назначить время, удобное ваше. Можно заказать документы, например, справку, справку о размере пенсии, справку об остатке материнского семейного капитала, если это молодые люди, молодая семья, да, что очень удобно, чтобы зря, да, миновать очередь и чтобы время не тратить. Оно у нас идет даже без регистрации. Найти клиентскую службу, направить обращение, любое обращение, вы в чем-то этот сомневаетесь, отправьте, направьте обращение. Сформулируйте свой вопрос и можно отправить. Далее, если вы зайдете в личный кабинет, а он туда доступ дается только после идентификации и аутентификации личности, а это у нас делается на портале Госуслуг. Этим паролем, который вы имеете на портале Госуслуг, воспользоваться, и далее вам дается доступ в ваш личный кабинет, в ваши персональные данные. Если человек молодой, ему еще рано до пенсии, да, там выйдет такая информация. Насколько сегодня у вас есть стаж и количество пенсионных баллов? А баллы, они равняются рублям? Баллы переводятся в рубли, когда вот будет назначена ваша пенсия, да. Вот чтобы узнать, далее, еще одна есть особенность. Если человек пенсионер, то тут выйдет размер пенсии. А размер пенсии, она будет размер установленной пенсии. Ежемесячной. Ежемесячной. Это есть в этом разница. Почему? Потому что в 2016 года работающие пенсионеры получают размер пенсии без индексации. То есть установленный размер у них будет разняться. Как называется приложение? Очень много интернет-приложений. Мобильное приложение ПФР со знаком ПФР. ПФР, просто нужно будет скачать и узнавать всю информацию. Если вы просто в поисковике нажать ПФР, найти и скачать. И там вы увидите всю информацию. Дорогие телезрители, пользуйтесь, все удобно.